Привет! Как дела? Сегодня расскажу и покажу, чем живет Санкт-Петербург в феврале 2022 года. Прогуляемся от метро Проспект Большевиков до метро Новочеркасская. Поехали! В Питере военные действия. Осторожно, сосули! Вот так выглядит город-герой. Ленинград. Все огорожено. И близко, под балконами, лучше не проходить. Что-то уже содрал. Вот Новочеркасский проспект. Дом. И по всей кромке крыши идут сосули. Всемирно уже известные в Петербурге. Ну, хоть снег начали чистить. Ну, тут еще такие незначительные сосули. А вот там подальше вообще ужас. Страшно под такими стоять. Вот такой вот Новочеркасский проспект. Вот опять идет снег. Значит, опять на крыше будет скапливаться море снега. И потом вот так вот превращаться в сосули. Обалдеть. Это ж надо ж такое. Вот там вон верхняя вообще. Как ломанется, так и все. Так что, господа туристы, те, кто сейчас едет в Питер, в Питер. Имейте ввиду, что у нас в городе вот такие сосули. Как их назвала однажды Валентина Матвиенко. О боже, а там-то какая. Такая грохнется. Все, пиши, пропало. У нас, кстати, в этом году, по-моему, один человек из-за сосульки погиб. Ужас. Ужас, что происходит. Прямо-таки арт-обстрел. Ну, не могу сказать, что это везде так. Но кое-где в городе еще не чистят. Поэтому вот так и стоят такие штучки. Мокро. В луже сосули тают и падают. Вот такие вот ужас. Тоже страшно под ними стоять и ходить. Если особенно еще не знаешь, что может упасть. Чаркасский проспект. Вот так и живем. Выживаем в суровых зимних российских условиях. Кто как может. А вот уютный питерский дворик. И тут, смотрите, какая труба. А? Как вам такая сосуля? Ну и вот знаменитые уже с января этого года питерские свалки. Вот так вот все у нас тут. Опять же таки не во всех дворах уже все в основном вывезли. Но еще остаются такие залежи. И тут вот за елочками культурно расположен МФЦ-центр. Мои документы. Сейчас пойдем туда покажу. А елочки красивые, конечно, пушистые. Вообще тут свежо и хорошо в этом дворе. Красиво сделали, конечно. Огородили себя. И не видно ничего. Никакого мусора, никакой свалки. Тут, конечно, сосуль сбитый. Но по-прежнему несего не пройти. Идем в мои документы. Смотрим. А на площадке что написано? Аварийная площадка. Пользоваться категорически запрещено. Да. Даже тут не так уж красиво и безопасно. Но елки, конечно, красота. Очень красивый. И снежочек падает. Как в сказочном лесу ходишь. Ну, хоть снег разгребли. Для детской площадки, которой нельзя пользоваться. И то хорошо. Шикарные лапы. Веток. Еще даже боярышник. Птички оставили. У нас, кстати, тут свиристели прилетали в Петербурге. Но я не успела заснять. Может быть, еще сниму. Вот так вот. Площадка в аварийном состоянии. Пользоваться категорически запрещено. Травмоопасно. Ну, в принципе, да. Скользко же вот по таким вот лазить детям. Ну, ладно. Пошли дальше. Ну, какие лапы. Пушистые. И даже кипарис есть. В общем, из сказочного леса проходим в мои документы. А, да. Еще вот. Сгребли. Гру. Глыбы снега по сторонам улицы. О, поезд идет какой красивый. Двухэтажный. И вот так вот нынче выглядит Санкт-Петербург. Вот с такими глыбами снега. С сосулями. Вот с такими вот. Я, кстати, под ними стою. Очень страшно. Пойду-ка, пожалуй, я отсюда. И поезд уходит вдаль. Никто не пропускает скорую. Поехала. Движение напряженное. Мусороводские, например, по всему Питеру теперь разъезжают. А тут у нас построили, кстати, здание. Достроили, наконец-то, недавно. Ну как, еще идет облицовка. Красивое получилось. Зеркальное такое. Полностью стеклянное. Но теперь оно мне загораживает вид моста. Стою, жду свой пешеходный переход. Ну что у нас там? Зеленый когда-нибудь включится? Ну, вроде бы как пошли. Ну, в общем, загораживает мне это здание вид моста, который там вдалеке у лахта-центра виден. Но ничего. Зато хоть небо отсвечивает в яркий солнечный день. Вот такой вот у нас Петербург. В феврале 2022 года. Глыбы, глыбы, глыбы льда. Вот так вот все занесено снегом. Тут скользко. В общем, живите как хотите. Зато ипотека без проблем. Вот на такие дома. Человейники. Как их тут окрестили. Трамвай по полю тыр-тыр. Когда все мы боремся за мир. И еще один трамвай приехал. На остановку нового микрорайона. Относительно нового. Где стоит памятник писателю Даниилу Гранину. Сегодня, как вы видите, у нас опять снега. Метет метель. И опять никто ничего не успевает разгрести. Пойдем вдоль домов. Обратно уже. Ну, трактор, конечно, да, по полю тыр-тыр, как я сказала. Пытается что-то разгрести. Но он один не справляется с такой ситуацией. А снега у нас в этом году не тут практически каждый день. И машины не убирают. Вот еще в чем проблема. Машины сложно убрать. И трактора не могут работать. Даже несмотря на то, что заранее предупреждают. Уберите машины. Никто этого делать не собирается. Так что не во всем правительство виновата. Сами люди не хотят, чтобы у них во дворе разгребли снег. А тут у нас все еще Новый год. 2 февраля. Ёлку никто убирать даже не собирается. У нас во дворе тоже убрали. Вот такие снеговички стояли на Новый год. И радовали местных жителей своими огоньками. Вот такой вот он Санкт-Петербург. Не только центр, в который видят туристы. Такой красивый и замечательный. Но и все остальные районы. Как, например, Невский район я вам сегодня показала. Так вот и живем. Выживаем как можем. Конечно, с Англией это не сравнится. Здесь очень много проблем. Благодаря снегу. В общем, что говорить. Россия и Англия две разные страны. И очень сложно жить в таких суровых условиях. Потому что в Англии, например, плюс 12 градусов сейчас. И светит яркое солнышко. И снега нипочем. Пока их нет. А как появятся, так они, наверное, и попадут. Не знаем. Поживем, посмотрим. Вот пришли в ленту. Трактор, конечно, чистит. Нагревает все вот эти сугробы. Но, естественно, транспорт не справляется. Один трактор на такую территорию маловато, чтобы быстро все разгрести. А снег тем временем идет. Тут еще вот такой гололед. Ух! Кататься можно на коньках. Ай! Вот попробую дойти, называется. Вот так и живем. В общем, сложно сказать, кто прав, кто виноват. И снега много в этом году насыпало. И городские власти не справляются. И сами жители не хотят помочь хотя бы убрать машины из двора. Чтобы дворы за один день прочистить. Вот так вот он и гребет целый день. Пытается очистить. Как меня уже замело снегом. Ну, вот такой вот он Санкт-Петербург в феврале 2022 года. Надеюсь, вам было интересно прогуляться вместе со мной. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.